Коллеги, сегодня нам хотелось бы поговорить с вами о новом краскораспылителе DeWilbis, о котором очень много ходит всяких разных слухов уже в интернет-пространстве. И мы эти краскораспылители уже используем примерно в течение полугода. Мы их активно тестируем и нам есть что вам сказать и по комплектации краскораспылителя, и по функционалу. Что у них хорошего, что у них обычного, скажем так. Во-первых, краскораспылитель приходит вот в такой коробке. Она напоминает коробку от айфона. Действительно очень красиво. Вот так вот. Ну и кроме того, здесь безусловно имеются элементы для разборки и сборки. И инструкция с описанием, как правильно использовать пистолет, как правильно его разбирать. Все очень доходчиво, все очень понятно. Все на русском языке. Вот. Пистолеты сюда заходят в трех основных комплектациях. Первая, самая крутая комплектация, это когда краскораспылитель с темным бачком для ультрафиолетовых материалов, материалов, которые утверждаются ультрафиолетовым излучением, и с электронным встроенным манометром. Вторая комплектация, когда краскораспылитель будет обычный, но вот с таким же темным ультрафиолетовым бачком для ультрафиолетовых материалов. Он будет вот так вот у вас выглядеть. Вот. И третья комплектация, когда у вас пистолет будет просто без бачка. Он вот как в коробке есть, вот так он к вам сюда и зайдет. Вот так вот. Лично мое мнение, лично мое мнение, как человека, который привык к тому, что краскораспылитель в первую очередь отвечает за свой функционал, и он должен именно соответствовать техническим требованиям, а не каким-то там визуальным там, да, красотам. Вот. Я считаю, что вот эта комплектация, она самая верная. Потому что лично я к нему присоединю обычный бачок белого цвета от De Vilbis, который подходит сюда, и начну работать. Это самое первое. Второе. Для чего придуман пистолет? В настоящее время краскораспылитель используется только для нанесения базы. Он придуман инженерами завода De Vilbis для нанесения базы. Для этого у него имеются две воздушные головы. Воздушная голова типа B, она называется B. Это стандартная воздушная голова для низкого давления, HVLP-шная воздушная голова. Когда на выходе из этой воздушной головы, в соответствии с законом о выбросе летучих органических веществ, на выходе будет давление воздуха 0,7 бара. И вторая воздушная голова, она так называемая B+. B+, это новые воздушные головы. В настоящее время существует понятие гибридные воздушные головы. Так вот это и есть та самая гибридная воздушная голова. Когда увеличено давление с 0,7 бара на выходе до 1,1 бара. И это что нам дает? Во-первых, это сокращает расход воздуха примерно на 100 литров в минуту. Во-вторых, это увеличивает скорость нанесения материала. Очень высокая скорость нанесения материала, практически как у лакового краскораспылителя. В-третьих, у него за счет увеличенного давления крошечка, капелька сама, он лучше разбивает, капелька меньше. И эти капельки друг к другу кладутся намного более плотно. И за счет этого получается слой тоньше, но кроющая способность слоя гораздо выше. Поэтому за меньшее количество слоев мы получаем более высокую кроющую способность. То есть очевидные плюсы именно головы гибридной этого краскораспылителя. Теперь, что же в нем такого сделали, что он такой дорогой? Он действительно дорогой, потому что стандартная модель головокраскораспылителя в таком виде, она стоит примерно 34 тысячи рублей, 33 990, и все остальное это уже как бы добавляет в цене. Во-первых, самое главное, для чего инженеры придумали вот этот новый пистолет, в нем ничего нет, одинаково никаких запасных частей от старого Девилбиса, только один бачок подходит, все остальное у него разное. Значит, мы знаем, что очень часто есть проблема цветопередачи. Когда колорист подбирает краску, потом маляр не всегда может попасть в этот цвет. Особенно это касается сложных цветов. Либо там два разных человека между собой красят, один и тот же автомобиль тоже бывает, и у них получаются разные результаты. Для того, чтобы как можно сильнее минимизировать вот такую ситуацию с отрицательной цветопередачей, назовем это так, изготовлены специальные именно вот сопла. Если посмотреть относительно, например, стандартного пистолета, здесь нет никаких острых углев, все углы выровнены, и дюза очень-очень сильно отполирована. И то же самое касается на диффузоре воздушной головы. Именно сам диффузор тоже, никаких острых углов, все-все ровненько, гладненько, и все-все-все-все отполировано. Вот, что это нам дает? Это нам дает очень ровное, равномерное формирование воздушной струи еще внутри воздушной головы. Вот, и воздух уже, который выходит из воздушной головы, он подается очень равномерно. И, соответственно, подхватывает краску на выходе из этой воздушной головы, тоже получается очень-очень равномерный факел. Мы это пробовали, у нас в интернете уже есть фото, мы специально снимали факел, который дает вот пистолет ДВ-1 и другие окрасочные пистолеты. Он прям визуально виден, что он реально, реально ровнее. Не просто вроде бы ровнее, а он реально ровнее. Вот, поэтому здесь еще идут параллельно всякие другие прелести, поскольку очень равномерный воздушный факел, то и меньше риск накосячить в плане яблок на серебристых цветах или какой-то переслой жесткий. Но, в общем, пистолет дает очень хороший функционал, очень хороший контроль над тем, что мы делаем. Мы видим, что мы делаем. И вот многие маляры, это уже субъективно, но многие маляры говорят о том, что достаточно некомфортно работать в нестандартных режимах. То есть, когда мы работаем в стандартной ситуации, давление воздуха 2, факелы подачи открыты полностью, все, что требует нам, так сказать, требует инструкции по эксплуатации, вот, отлично, комфортно работает. Когда мы начинаем движение отличное, то у нас уже, как бы, намечается такое некоторое неудобство. Условно говоря, пистолет, как бы, сам нас загоняет в рамки нормальной работы. Это тоже показательно. К пистолету стандартно используются типоразмеры дюз 1.1, 1.2, 1.3 и 1.4. По нашей практике лучше всего подходят 1.2 и 1.3. Здесь мнение еще делится. Часть людей все-таки говорит, что нам удобнее работать стандартные традиционные системы HVLP и дюзой 1.2 или 1.3. Ну, правда, большая часть склоняется все-таки на воздушную голову B+, гибридную, и на дюзу 1.3, поскольку она быстрее, банально, быстрее наносит. Вот, у нас все-таки в России темперамент у людей такой достаточно горячий, и поэтому всем хочется быстрее. Вот, поэтому большая часть, большая часть предпочитала во время тестов работать все-таки головой B+, ну, и достаточно много было таких, которые голова B. На сегодняшний день мы завезли сюда в Россию 100 краскораспылителей абсолютно разных модификаций. Есть головой B, есть головой B+, и с дюзами 1.2, и 1.3, и 1.4, с анти-ультрафиолетовыми бачками, которые, в принципе, у нас не нужны в России, потому что не используемые ультрафиолетово-отверждаемые материалы ультрафиолетовым светом, подходят обычные бачки. Поэтому я лично считаю, что вот этот бачок, который идет в комплекте в топовой модели, он нам в России не нужен, потому что этот бачок чистый для лакокрасочных материалов, утверждаемых ультрафиолетом, и у нас они в России не используются. Поэтому обычный краскораспылитель стандартный, сверху обычный стандартный пластиковый бачок. Еще хотелось бы обратить внимание, что есть один нюанс, да, этот нюанс, его не было в других краскораспылителях, но здесь он, тем не менее, появился. Стандартное входное давление на краскораспылитель 2 бара. Если у нас манометр будет подсоединен к нижнему разъему, да, регулируем при необходимости вот этим регулятором подачи давления достаточно удобно. Вот. Если человек приобретает краскораспылитель с электронным встроенным манометром, то здесь все по-другому. Если у нас ставится голова B, то входное давление на входе в электронный манометр должно быть 1 бар, а если у нас голова B+, то входное давление на верхнем электронном манометре должна составлять 1,5 бара. В этом и состоит нюанс, что, на мой взгляд, достаточно сложно считать, да, что если у нас на ручке должно быть 2, то здесь уже давление, в общем-то, отличное, в зависимости от разных голов оно тоже разное, достаточно неудобно. На мой взгляд, вот мне, как именно пользователю, обычному, который хочет качество, да, стандартный пистолет, стандартный манометр на входе 2, и все расчеты уже идут отсюда. Вот. Ну, собственно, вот то, что я вам хотел рассказать про краскораспылитель. Кому интересно, звоните, звоните нашим дилерам, звоните нам. Эти пистолеты, они у нас есть.